Наркоман не меняется через хорошее отношение. Наркоман колется через хорошее отношение. И чтобы найти силы выгнать этого человека, необходимо осознать, что что бы ни произошло, это уже будет ее выбор. Потому что если вы завтра ее выгоните, и она умрет где-нибудь в подворотне от передозировки, то вы будете всю жизнь нести вину на себе, что если бы вы не выгнали, то она бы передозировалась в ванне. Да, к сожалению, как бы это ни звучало, и простите меня за улыбки, но это все грустно. Вы продолжаете жить и видеть, как человек умирает. А она в любом случае умрет, но у нее есть шанс. У нее есть шанс, когда она поймет, что уже никто в нее не верит. Что уже никто не будет верить ее басням, и никто не будет читать ей нравоучения. Вот то, что вы там ее учите, нравоучение читаете, пока она уделанная. Она сидит, слушает, даже плачет, наверняка говорит, да, конечно, я все поняла. А утром просыпается, идет, делает тоже. Просто потому, что есть у нее вы. Люди, которые готовы жить жизнь за нее, которые готовы нести ответственность за нее. То есть человек-наркоман бросает свою жизнь старую только тогда, когда из его жизни уходят созависимые люди. Когда люди, которые несли эту нагрузку, говорят все. И не просто стращают, а реально делают это. А это очень сложно. И чтобы вообще это сделать вам, вы первые нуждаетесь в освобождении, в исцелении и в глубокой психологической помощи. Потому что зависимость – это одно крыло, которое не взлетит без созависимого человека. Алкоголик пьет до тех пор, пока у него есть семья, которая это терпит. Наркоман колется до тех пор, пока у него есть люди, которые верят, что он однажды, когда они почитают ему нотации, он у нас так сильно проникнется и скажет, да, это зависимость, это больные люди. И здесь должен сработать инстинкт самосохранения. А он сработает только тогда, когда будут жесткие условия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин